Кто выстраивал вам систему образования в современной России? Иезуиты выстраивали. Ну, это же секрет, что ли? Сорос – это просто инструмент иезуитов. Иезуиты рулят всей системой образования по всему миру. Отец – такой волк, вот такие клыки, всё в жизни вырвал собственными зубами. Харизматичный, мощный тип, такой герой. И смотришь его детей. Такие причесанные уже, понимаете, не на волков похожи, а на мопсов домашних. Красивая домашняя собака. Ну, ты разницу понимаешь между котом кастрированным и котом не кастрированным. Вот они превращают общество в этих самых кастрированных котов. Если вы видите в человеке эго, это не брахман. Это просто умный дядя, хороший, замечательный. Когда он думает в первую очередь о себе. Понимаете, эго – это про себя всегда. Всё, что тайное, друзья мои, всё от дьявола. Потому что у бога тайн нету, у него всё открыто. Главный признак этих всех вайши – они трусливы. У них страха много. Поэтому от того, что у них страха много, они пытаются всё нагребти, как хомяки, понимаете. У них же страх, что они всё потеряют. Они живут в страхе. Армия Ватикана – это итальянская мафия. А был Джованни Бугатти. Папа принимал решение. Джованни Бугатти брал топор, отрубал человеку голову. Это жреческая власть, теократия. Где у нас люди, которые горизонт планирования 50 лет? Где эти люди? Вот когда они появятся, первое, чем они займутся – это искусством, культурой и образованием. Либо тебя Кобзон пустит туда, либо Кугачёва должна пустить. И они решали, принимали лица, принимающие решения, кому быть звездой в стране. А что такое быть звездой? Это нести массам, а особенно молодёжи, определённые смыслы. Совершенно ответственно заявляю, что музыка – это самый сильный способ управления сознанием, в том числе и массовым. На полях СВО что происходит? Уничтожение пассионарной части славянского этноса. Ну, не только славянского, больше российского, и в том числе украинского. Потому что я не разделяю Россию и Украину. Но для меня это всё равно один народ, одна территория. Искра нужна, искра внутри, человеки, огонь. С детьми работать, тот работает с будущим. Всё очень просто. Вот кто работает с детьми? Посмотрите в мире, вот они и работают с будущим. Это иезуиты. Иезуиты работают с этим всем. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами на канале Перехват Управления. И у нас в гостях по скайпу Алан Мамиев, общественный деятель. Здравствуйте, Алан. Мамиев, очень приятно. Приветствую вас, подписчики канала Перехват Управления. Да, мы канал молодой достаточно, но достаточно быстро набираем свою аудиторию. Потому что стараемся говорить правду. Ну, по крайней мере, как мы её видим, как наши гости её видят. Алан, тогда давайте начнём с вами вопрос. Как вы видите образ будущего? Что вы хотите непосредственно построить? Как вы это представляете себе? Ну и у меня сразу много вопросов. Вы можете выбрать любой. Почему люди, умудрые люди, хотящие, в принципе, одного и того же, не могут объединиться? Ну, вы знаете, вот Бог объединяет, а дьявол разъединяет. И вот этот дьявол, он всегда в этих кроется мелочах, которые человечество разъединяет. Нет единого понимания, чего мы все хотим. То есть, как в среднем, как бы, за всё хорошее против всего плохого, и тут начинаются нюансы после этого, через запятую. Да, каждый своё хорошее представляет по-своему, исходя из его мировоззрения, которое у человека уже обычно сложилось. И люди зачастую не хотят слышать других людей, не хотят просто навязать свою картину мира, навязать её. Тут включается эго одного человека и другого, и пошли уже противоречия. И, соответственно, о каком союзе в таких вещах может быть речь? Общей направленности, да? Потому что исторические процессы, как сказать, ими движут такие железные когорты, да? Вот мы перед началом эфира говорили вам с вами там про большевиков, про советский проект. Но это же была такая монолитная структура была, да? Ленин смог создать там Сталин и все вот эти вот первые большевики. Они создали эти железные когорты, спаянные чем? Они были спаянные общей целью. Понимаете? Единая идея некая. Они горели некой идеей. И готовы были за эту идею класть в свои жизни, да? То есть они же фактически посвятили себя этой идее, да? Они не были хорошими семьянинами, как показала история. Они там зачастую у них были проблемы в личной жизни. А это естественный ход событий. Если ты посвящаешь себя обществу, то, соответственно, все остальные вещи, связанные с маленькими человеческими радостями, отходят на второй план. То сейчас победила концепция вот этих маленьких человеческих радостей. И человек хочет из зоны комфорта совершать исторические процессы. Вот я сейчас, ну давайте, чуть-чуть исторические процессы, а там у меня уже в холодильнике пивко остывает, и друзья уже ждут. Понимаете? И там уже дальше мы будем мыслить, концептуально размышлять в пивбаре соседнем, попивая хорошее пиво. Но так же это не бывает. Понимаете? Вот этот дух жертвенности у этих мудрецов пропал куда-то. А это же жертва. Если ты не хочешь начать что-то большое, приходится приносить себя в жертву. Это тогда не мудрецы, потому что вы описываете на самом деле эгоистов. Ну эго – это болезнь современного общества. Вы понимаете? Наша цивилизация выстроена на этом самом эго. На эго, где частное выше общего. Где каждый все равно в первую очередь думает о себе, о своих там максимум близких, там не знаю, даже родственников, даже родоплеменные отношения разрушены. Если брать большие, да, там уже дяди, тети, двоюродные, троюродные уже из поля вашего внимания выпадают. А вас интересуют максимум ваши дети, ну там коты, собаки, то есть то, с чем вы там на одной жилплощади обитаетесь. С соседями люди не общаются, понимаете? Вот меня поражает, вот в Осетию сейчас часто приезжают гости, у нас туризм развивает. И всех поражает вот это, что у нас с людьми просто даже в подъездах здороваются. Вот квартиры снимают посуточно, бывает, да, и вот они удивляются, почему с ними люди здороваются. Мы же их не знаем, но мы с ними здороваемся, им там дверь дети откроют, да, там сумку помогут поднести. Хотя первый раз их видят, они тут туристы. Это не потому, что они там туристы, а потому, что у нас еще это не потеряно. Понимаете? Привычки этого общежития. Соответственно, общее высшечастное, оно воспитывается с детства, оно тут с детства разрушено. Эго взросшено. Эго. И эго является болезнью главной. А оно потом уже накладывается на все, что угодно, этот эгоизм. Пусть он будет мудрый эгоизм, пусть он будет немудрый, да все равно будет эгоизм. И в этом проблема, понимаете? Никто не хочет приносить себя в жертву какому-то делу. Но даже Иисус так пример привел, почему? Он же мог избежать этой казни. Но он хотел, чтобы этот импульс был задан. Даже сам процесс творения Вселенной, Вселенной, когда взорвалось нечто непонятное до сих пор науке, но это нечто породило все, что мы видим вокруг. Вот все, что мы видим вокруг, это результат этого первой жертвы. Алан, вы правда думаете, что взрывы можно что-то породить? Взрыв, он всегда разрушающий. С чего вы так решили? Почему он разрушающий? Он преобразующий. Понимаете? Преобразующий. Иисус Христос в свое время совершил духовную революцию. Он духовную революцию совершил. Переворот сознания людей того времени. И этого хватило на пару тысяч лет еще. Христианская цивилизация, в которой мы все живем, по крайней мере, европейская ее часть. Но изначально это же была жертва. Они клали себя на алтарь некой победы. А что такое была победа во Второй мировой войне? Это вот был на алтарь победы, положенный сознательно совершенно. Подвиги были сознательные. Они себя клали в жертву. И тогда эта энергия есть, понимаете? Это вот страсть есть. И она рождает исторический процесс. Вот. Скажите, сейчас есть такие люди? Я их не вижу. Вот что я буду врать? Есть умные, но мало разумных. Ум – это логика, разум – это не какая-то интуиция, правополушарная больше история. Умных много, разумных мало. Пассионарность травливают. Каким образом? Ну вот мы сейчас видим на полях СВО, что происходит. Уничтожение пассионарной части славянского этноса. Ну не только славянского, больше российского и в том числе украинского. Потому что я не разделяю Россию и Украину. Для меня это все равно один народ, одна территория. Это все вот наши земли. У нас идет там гражданская война, в которой уничтожается пассионарная часть нашей молодежи. Ну не только молодежи, а взрослых людей. Понимаете? Тех самых пассионаров, тех самых людей, предрасположенных к этой жертвенности. А их можно было обучить и направить их энергию в какие-то другие отрасли. Другая часть пассионарная, интеллектуальная, там айтишники, все над которыми так смеются, они сейчас поднимают экономики других государств. Там айти-сектор той же США, ну слушайте, ну процентов 60-70 это выходцы из Советского Союза бывшие. То есть это наши потерянные, нами же головы, молодых ребят, которым мы не смогли предложить здесь самореализацию. Ведь чего хочет человек? Давайте начнем с этого. Он хочет в жизни самореализоваться. Понимаете? В той отрасли, которая близка его сердцу. Один хочет самореализоваться, там программы компьютерные писать, другой хочет самореализоваться в науке, третий там, не знаю, в спорте. Он хочет самореализоваться. Вот он пришел в эту жизнь, чтобы сделать в ней что-то. И вот то общество побеждает, которое условия этим молодым людям создает для этой самореализации. Понимаете? Не давит их при первой же возможности, не пытается из них кирпичи все их сделать. В чем проблема? Вот я очень сейчас изучаю влияние музыки на сознание людей. И я совершенно ответственно заявляю, что музыка это самый сильный способ управления сознанием, в том числе и массовым. И у меня много друзей из этой музыкальной сферы. И я когда с ним на эти темы разговариваю, они начинают понимать, о чем я говорю, хотя изначально им такие мысли в голову не приходили. И мы сейчас уже это все изучаем вместе. Он говорит, ты понимаешь, даже на уровне музыкальных училищ, говорит, что делают? Но приходит талантливый ребенок, глина. С этой глины же, говорит, можно сделать все, что угодно. Можно сделать кувшин, можно сделать какую-нибудь вазу, можно какую-нибудь статую сделать. А знаешь, что Лан делает? Кирпичи делают. Одинаковые, отформатированные кирпичи. Они способны петь в хоре, открывать рот. Они способны там, не знаю, на скрипке что-нибудь пиликать, но они не способны написать серьезную симфонию или серьезную музыку. Они не способны, потому что это творческое начало, а это всегда нечто такое, знаете, пышущая энергия его кастрирует. Кастрирует его. И вот я моим этим другом, музыкантом, вчера как раз разговаривал, вам тоже будет интересно. И вот там хор, мужской хор, и там дирижирует, смотрим в телевизоре мне показывает, там женщина-дирижер и мужской хор. И он мне говорит, Алан, ты знаешь, хорошо же поют, но что-то там не то. Я говорю, а знаешь, что там не то, дружище? Вот, говорю, представь, есть тигры. Они вот рычат, у них тестостерон, а есть кастрированные коты. Они тоже могут петь. У них тоже есть голос, они тоже мяукают. Но ты разницу понимаешь между котом кастрированным и котом не кастрированным. Вот они превращают общество в этих самых кастрированных котов. И почему я, вот у меня знакомая однажды тоже, это почему про котов у меня этот пример, он засел у меня. Хорошая женщина, там близкий друг, товарищ. И у него кот, чудесный кот, все такой здоровый. И она, я прихожу в гости, мы приходим, он говорит, я хочу его кастрировать. Я говорю, зачем? Вот зачем? Ой, он куда-то ходит, он где-то пропадает, а я за него переживаю. А так, говорит, я его кастрирую. Будет постоянно дома, я его буду гладить, такой хороший, весь домашний будет. И я же сижу, и я понимаю, что это, на этом маленьком примере мне вселенная показала фундаментальную проблему нашего общества. Для того, чтобы сделать этого кота удобней, она его кастрировала в конечном итоге. Понимаете? Забрав у него это творческое начало. Вот так построена система образования в нашей стране. Они их кастрируют. И потом хотят, чтобы эти кастрированные коты показывали какие-то чудеса. А так не бывает. Понимаете? Так не бывает. И соответственно, такие же кастрированные коты только в интеллектуальном сообществе. Понимаете? Они не способны там кого-то загрызть или выживать в джунглях мировой политики, как выживали там те же большевики первые. А это кастрированные коты. Очень умные, хорошо мяукают, причесанные. Вы же понимаете, о чем я говорю? Да, конечно, я понимаю. Но вы же тоже понимаете, что это сознательно все делается у нас. Абсолютно сознательно. Абсолютно сознательно. Вот как эта женщина сознательно своего кота кастрировала. Так же другие женщины так же сознательно психологически кастрируют своих сыновей. Они делают из них кастрированных котов. Дома. Воспитывая их как девочек там. Или там в школе, в училище музыкальном, еще где-то когда кирпичи делают из людей. Почему? Потому что так удобно. Удобно этим самым преподавателям. Удобно той системе образования, которую выстроили. Кто выстраивал нам систему образования в современной России? Иезуиты выстраивали. Ну это же секрет, что ли? Сорос это просто инструмент иезуитов. Иезуиты рулят всей системой образования по всему миру. Вот они нам выстроили систему образования. Кастрированные коты. Понимаете? Ну массово имеется в виду. Я понимаю. И это есть проблема. Это есть проблема. И теперь те коты, которых еще кастрировать не успели, их нужно затянуть куда-нибудь. и медаль посмертно выдать и люди потом не могут двигать исторический процесс понимаете не могут огня нет искра нужно искра внутри человеке огонь и тогда любая идея вот стоит у меня классная книжка товарищ ленин собрание сочинений как эту книжку превратить в практику прочитает вот мы все читаем институт у нас марксизма ленинизма были там чего угодно наизу и знаю цитирует научные труды пишут сделайте что-нибудь хотя бы 100 человек организуйте вокруг себя которые готовы за вами на каторгу пойти и не раз способны нет но о чем тогда говорить а почему в чем разница между лениным и те кто изучал ленина потому что огонь был огонь этот был в сердце понимаете а нам сейчас пепел раздают вместо того чтобы огонь раздавать другим людям детям в первую очередь подрастающему поколению нас пепел раздают ипотеки раздают а вот этой самореализации и не дают и они ищут ее по миру сваливают вот эти вот айтишники ученые все куда-то даже не только и в экономике дело а как раз в этом самом огне который здесь тушат обильность почему потому что должно быть болото самое стабильное место на планете друзья мои это болото там стабильно жабы квакают комары летают все хорошо я водяной я водяной никто не водится со мной это же схема понимаете алан нам подменили цели принципе более слабые люди они пошли за этими целями то есть это деньги хорошая жизнь комфорт вот в принципе здесь не только власти виноваты да мы сами виноваты потому что мы выбрали этот путь детей направляют именно в те вузы где типа у них будет будущее высшая школа экономики та же самая которая запудривает мозги им ну и все в этом роде то есть мы сами виноваты с одной стороны власть конечно то же самое работает производительный есть труд управленческий да вот два фундаментальных есть труда одни те кто своими руками непосредственно что то делают изобретаю там ну делают все что своими руками а есть те кто прав это отдельный тип труда управленческий труд понимаете и вот люди которые взяли на себя бремя управленческого труда вина на них лежит не на обществе понимаете если брать на уровне культуры и смотреть позднесоветский кинематограф это тогда все началось образ мужской русского мужика алкоголик и пьяницы понимаете вспомните гайдаевского фильмы рязановский фильмы на уровне этих всех шутеек и всего прочего закладывались алгоритм мы в сознание вознание закладывались понимаете самый мерзкий фильм который я знаю вот который у нас а каждый год новый в новый год показывают ирония судьбы ли с легким паром это самая мерзкая кино котороеibi в жизни видел почему потому что там закладывались ложные алгоритмы в сознании советского народа, понимаете, массовое. Когда алкоголикам быть нормально, когда вот таким вот лапухом, как его еще назвать, культурным словом назвать, это же не мужчина, типичный кастрированный кот. И из него сделали героя. Этот персонаж Мехкова, который. Они его талантливо сыграли, талантливо сняли, но самысел-то какой. И это вкладывается в сознание. И вы же потом, как человек, начинает каким-то образом себя вести. Вы же себя ведете каким-то образом, не потому что вы так решили, а потому что начиная с вашего рождения, вам в голову вкладывают разные программы в виде идей в книжках, в виде фильмов, в виде музыкальных каких-то произведений. Все это вместе формирует ваше сознание и мировоззрение. И на выходе вы уже начинаете опираясь на это мировоззрение, что-то делать. Вот тот, кто вкладывает в программы, вот тот и виноват нам, что сейчас происходит. Началось это в годах 60-х. Со Стругацких и дальше все по списку. Понимаете? И сейчас говорите, это там виноваты, какие-то за жвачку продали. А кто им вложил в голову ценность этой самой жвачки? Они бы знать про нее, не знали бы ничего. Это же вкладывалось в помощь советского кинематографа в преклонение перед Западом. Это же тогда началось. Посмотрите все фильмы советские, 70-х, начало 80-х годов. Поломанная судьба, пьяницы, бог знает то еще. Сталинские фильмы посмотрите. Герои труда, рабочий класс, все, никакого бухлана, ничего такого не было. И как это все сломалось? Я просто пересматривал советский фильм, а когда этот излом произошел? Вот где? Вот где? Смотрю фильм, дело было в Пенькове. Прекрасное советское кино. Тихонов, все. Но сюжет заключается в чем? Что хороший русский мужик, работящий, у него прекрасная русская красивая жена, и он, или Быстрицкая, да, по-моему, играла ее? Такая красивая женщина. И тут приезжает какая-то плюгавая, непонятно кучерявая барышня, понимаете? С усами там, с высшим образованием зато. Агроном или кто там там была. И он от этой женщины уходит к ней, еще по дороге там совершает какие-то преступления. Это что вы там нам хотели сказать этим фильмам? Это вы какие программы заложили этому самому русскому мужику? Который это все смотрел в те годы? Другие стандарты красоты? Что вам не нужны эти красивые русские женщины? Нужна вот эта вот кучерявая, с хазарской внешностью дама? Ну это ж так, это ж программирование. И те, кто этим программированием занимаются, они несут за это ответственность. А самый высокий уровень программирования – это музыка. Музыка – это есть программирование сознания в чистейшем виде. И когда нас пересадили из классической музыки на попсу, понимаете, советская власть хотела, чтобы человек рос и давала ему классическую музыку, прививала ему, он не хотел, ее тяжело слушать, я понимаю. Но его как-то, вот оно сознание меняет в позитивном ключе. Пришла Алла Борисовна Пугачева и понеслось. Понимаете? Но на этом они не остановились, они нам еще и шансон ввели в практику. Да, шансон – это часть этого проекта. Шансон – часть этого проекта. Все эти популярные шансоновые исполнители 90-х годов и результат рос криминогенной обстановки. Почему? Потому что мальчики слушают, как клево там про Владимирский Централ поют. И эта программа им закладывается. И они попадают потом в лагеря, потому что начинают исполнять эту программу, которая заложена им на уровень бессознательного с помощью музыки. Вот есть же сознание, есть бессознательное. А с помощью музыки слова проникают в подсознание, потому что музыка, она как масло, и по ней залетает программа установки. И все. Давайте тогда поговорим, как разомбировать и как нам внедрить, можно тоже сказать, манипуляцию сознания, только в хорошем смысле слова. Как сделать из человека действительно человека? Это, понимаете, проблема в чем заключается? Вот ломать не строить. Вот сделать человека шизофреника, ну, при хорошем воздействии, это пара недель, несколько месяцев, если уж совсем постараться. Просто довести его сознание до безумия. А восстановить обратно это сознание, это уходят годы, и то не факт, что у вас может получиться. В этом же заключается проблема. И когда вот у нас рассматривают проблемы в нашем обществе, в плоскости там, какой-то директор Центробанка такой или такой, а депутат вот этот или вот этот, а давайте поменяйте там вот этого президента на того президента. Это не меняет ничего. Понимаете? Пока у нас не появится своей культурной сферы и своего образования, это все будет по нисходящей идти. Они просто удерживают ситуацию. Я вот недавно общался с товарищами, они говорят, ты представь, это вот сетка. Я говорю, волны эти гасить вы научились. Но проблема заключается в чем? Что волну в эту систему, раскачивающую, будут с каждым разом все с большей амплитудой запускать. Ну да, в эту погасили, да, пригожено, все там заплатили, оказалось такое, что деньги любят больше, чем на свете, и вот, ладно, решили. Но следующая волна будет еще, а за ней еще сильнее, а потом еще сильнее. И рано или поздно они разнесут эту систему, просто за счет увеличения амплитуды, волны событий, которые будут сюда находить. Понимаете, в чем проблема? И я бы еще подумал, что они такие подлецы и негодяи, что они хотят, чтобы их дети были вот такие хорошие люди, они их развивают, а наши, типа вот, быдло, они же и своих не развивают. Они и своих не развивают. Я вот смотрю, не буду фамилии, ничего, ну просто пример, каждый сам поймет. отец, такой волк, вот такие клыки, все в жизни вырвал собственными зубами, харизматичный, мощный тип, такой герой. И смотришь его детей, такие причесанные уже, понимаете, не на волков похожи, а на мопсов домашних. Красивая домашняя собака, после маникюра, покрашенная, молодец, красавчик, на Бентли, на Геленвагене, на каком-то, еще какой-то дорогой машине, папой купленным, естественно. И вот эта вот собачка, она сможет выдержать те вызовы, которые строят перед страной. И это, если бы сказать, единичный случай, я же вот подслеживаю, не элиту нашу, а детей их, мне они интересны. Ну вот там же, смотришь же в интернете, что они творят. Понимаете? Я понимаю, что они даже своих не могут воспитать. Они не могут, не потому, что они, то есть они наших не воспитывают, не потому, что они враги, а потому, что они этого не понимают. Потому, что они не понимают, в чем смысл британской школьной системы образования, где до сих пор телесное наказание есть. Этих лордов розгами бьют. Почему? Потому, что главное, что нужно дать, когда ребенка воспитываешь, волю ему нужно воспитать. И еще разные другие качества. А этого нет у них даже у себя. И кто должен будет эту страну принять сейчас на втором этапе? Ну, они же стареют. Ну, сколько? Ну, 70 лет. Ну, фиг с ним, уколы там, ботоксы, шмоток, что-то там, ну, 80 лет еще там, ну, 10 еще протянут. Но, качество управленческих решений падает из-за того, что мозг разрушается, ну, это есть объективные обстоятельства какие-то есть, понимаете? Мудрствовать, лукаво там можно, книжки писать, философствовать, а жить в активном режиме, принимать сложные решения, мир, война там, туда-сюда, это уже сложно. А кто там стоит? Они же хотят своим детям, они же не хотят нам с вами. Нас вообще не рассматривают в качестве какой-то там кадровой базы. Детям своим? Ну, хорошо, детям. А покажите ваших детей, ну, покажите их, ну, просто, чтобы мы тоже увидели. Вот из того, что я видел, где у этого саблезубого тигра хотя бы у одного маленький саблезубый сынок такой же? А для того, чтобы я, у меня товарищ есть, ему очень обидно это было, но он понимает, что я прав. Он говорит, а что, говорит, я должен был делать? Я сделал все, чтобы мои дети не видели того, чего видел я. Я говорю, а вот в этом главная загвоздка, в том, что ты стал таким, это твои проблемы, которые ты преодолевал. Лишив его возможности преодолевать эти проблемы, ты сделал его что? Безвольным, слабым человеком. Из благих побуждений. История про кого? Про кастрированных котов. Они же кастрированными делают не потому, что они их ненавидят, а потому, что они их любят. Вы понимаете? Она мне говорит, я его кастрирую, ты что думаешь, я его ненавижу? Она вот такой маленький был, она его пипеткает, выкормила, понимаете? Потому что, говорит, я его люблю. Я люблю своего ребенка и сделаю все, чтобы он не видел в жизни проблем. И с этого самого момента этот ребенок превращается в мопса. Из волка. Был волчонок, а стал мопс. Вырос. Красивый все. На поводке водить можно, пока мама с папой живы. И вот сейчас мы живем в этой мстыке эпох. И кто эти вызовы будет вывозить в стране? Вот кто? Ну просто покажите этих людей, мы же не против. Сейчас у нас будет выбор. Вот это Телеграм, у меня же Телеграм-канал есть. Подписывайтесь. Алан Мамбев, очень интересно. И сейчас Телеграма, главная тема обсуждения, выборы 24-го года. И мне скидывают это, то, репост, не это. Поддержите, типа, эту движуху. А я одному своему другу звоню, говорю, слушай, а зачем вообще, ну, я говорю, кто-то из вас серьезно считает, что Владимир Владимирович проиграет выборы? Я говорю, а кому? Зюганов он их проиграет? Ну кому? Тут вообще просто бред. Какие выборы? Все давно, уже всех давно выбрали. говорите, вы что, отводите внимание общественное от серьезных проблем? Вот пацаны гибнут, каждый день там тела привозят, хороним в Осетии. Как из этой стратегической ловушки выруливать? Вот теперь у них проблема выбора 24-го года. Кого надо, того и выберут. Кого надо, того и выберут. Не эта проблема. А проблема, вот мы говорим про будущее. Заседание какое-то в ООН было, приехала представитель китайской делегации, и типа, вот там, вы можете что-нибудь там сказать? Она говорит, понимаете, у нас минимальный горизонт планирования считается два поколения, 50 лет. А вообще, как бы мы планируем на 100 лет. А вы тут планируете на ближайшие 10 лет, нам дальше с вами, о чем вы сами говорите, у нас уже все спланировано на это время. Где у нас люди, которые горизонт планирования 50 лет? Где эти люди? Вот когда они появятся, первое, чем они займутся, это искусством, культурой и образованием. Чем занялись большевики, когда пришли? Образованием, культурой, кинематограф. Главнейшим видом для нас из искусств является кино. Почему кино? Потому что он понял воздействие на массовое сознание кинематографа, что можно взять и художественное произведение привезти куда-нибудь в отдаленную деревню и показать что-то. Театр ты не можешь так таскать, а кино можно. Потому что он увидел, это инструмент управления сознанием, Ленин в этом увидел. Не потому что ему кино понравилось, инструмент увидел. Если бы сейчас у Ленина был Ютуб и Инстаграм, мировая революция уже была бы пять лет назад. Понимаете? Вот в чем проблема. И проблема вот в этой плоскости лежит. В области культуры, образования. Но ее не понимают. Понимаете? Они ее не понимают. Из чего мы можем сделать такие выводы? Из их собственных детей. Если они своих детей так воспитали, у кого наркоман, у кого там какой-то гомосексуалист, у кого там еще бог знает кто, как они могут общество воспитать здоровым, объясните мне просто. Простой вопрос, без обид. Мы же не претендуем ни на деньги, ни на офшоры, ничего. Вот такой простой вопрос. Если вы, уважаемый чиновник, воспитали своего сына, который стал каким-то гомосексуалистом, извращенцем и наркоманом, как вы можете общество воспитывать? Это же резонный вопрос. на самом деле, мне кажется, понимают, что они делают, потому что Греф первым делом скупил союзмультфильм. Они работают тоже на образы. Греф вообще ничего не может скупить, понимаете, они сами инструменты. Им сказали скупить, потому что те, кто на глобальном уровне этими процессами рулит, они это понимают. Детский кинематограф, мультфильмы, это вот и есть то, что закладываются алгоритмы в сознание, потому что дети это будущее. Кто с детьми работает, тот работает с будущим. Все очень просто. Вот кто работает с детьми, посмотрите в мире, вот они и работают с будущим. Это иезуиты. Иезуиты работают с этим всем. А все эти Грефы, Дисней и все прочее, это, ну вот, что скажут, то и дело. Если этот субъект, как говорите, мудрецы, которые понимают это все дело, готовы альтернативу предложить. В Советском же Союзе была этому всему альтернатива. Мы почему еще такие с вами на эти темы разговариваем? Потому что мы на других мультиках выросли. Разумное, доброе, вечное нам в сознание несли. А сейчас кто? Губка Боб, квадратные штаны дети смотрят. Что у них в голове будет? Мы об этом узнаем лет через 15, когда уже будет поздно. Когда ваш хороший потенциальный тигр, генетический, вдруг превратился в кастрированного котика, понимаете, британского. Британские кастрированные котики. И эти же вопросы никто не ставит. Вот это интересно обсуждать. Это интересно. А все остальное, ну, можно тактику, ну, давайте обсудим, бои под Бахмутом, понимаете, очередной там, один сарай сдали, другой отдали. Ну, вот это можно сживать до бесконечности. Кто сколько денег на этом заработал, распилил там или что-нибудь еще сделал. Ну, это мне не очень интересно уже на самом деле. Потому что проблемы стоят стратегические, а их не обсуждают. Обсуждают вот такую, давайте выборы в 2024 году обсудим. Я говорю, у меня по выборам в 2024 года есть только один вопрос. А кому собрался проигрывать Владимир Владимирович? Если он не собрался никому проигрывать, этот проигрыш не будет организован, то о каких выборах в 2024 году говорить? Зачем о них говорить? Тратить на это свою умственную энергию, время? Давайте про что-то важное поговорим. Давайте про музыку поговорим. Музыку писать надо, а не говорить. Да, а чтобы писать музыку, нужно появиться те, кто и должен писать. И тем, кто должен писать, нужно вложить сначала мировоззрение. Должны вырасти эти люди. Понимаете? Их скормить нужно. Из него в музыкальной школе учились, и не кирпич нужно сделать. А оставить, чтобы он остался какой-то вазой прекрасной. И потом уже дальше транслировал. Этого же нет. Как? Наши соседи по континенту африканскому захватили США. Вот как они захватили? Они с чего начали? Как вы думаете? Они же не с экономики начали. Они начали с музыки под названием джаз. Все началось с джаза, перетекло в хихоп, а закончилось с президентом Обамой. Майкл Джексон, прошу вас заметить, красивый, негритянский, афроамериканский мальчик был. И он умер от чего? От того, что он сделал очень много мастических операций, и он пытался стать белым. Он очень менял свою внешность, чтобы быть как бы европеоидным. Нос там, ну все. Из-за этого как бы вот он умер в конечном итоге. То сейчас белые пытаются быть афроамериканцами. женщины качают вот такие губы, как у негритянок. Это откуда они моду взяли? Это вот они у них взяли. Танцуют под их песни, носят их одежду и пытаются выглядеть как афроамериканцы. И считают, что это круто. И они даже не понимают, что им сознание уже деформировали. Понимаете? И когда в стране нету структур, которые это хотя бы могут отслеживать, потому что это даже влияет и на их детей в том числе. А им приятно, что их дети начинают косить под афроамериканцев? Ну, дай бог здоровья им. Я просто хотела предложить, может быть, есть какая-то возможность повлиять на умы вот этих вот тигров, которые еще остались настоящих, чтобы они поняли, что они творят. Может быть, они изменят и начнем уже распрограммировать все это в правильном русле? Как это сделать? Скажите мне, что для этого нужно сделать. Вот что мне нужно для этого сделать? Я готов с кем угодно вести дискуссию по этому поводу. Я готов с кем угодно по этой теме общаться. Но проблема знаете, в чем проблема заключается самая большая? В том, что человеку нужно будет признать свою ошибку. Это самое тяжелое. Понимаете? И когда они смотрят на своих детей, поверьте мне, они это понимают. Прекрасно понимают. Потому что их это тоже раздражает. Они же хотели, они же работали для чего? Для того, чтобы у него был сильный род, много потомства. А у него сын вырос единственный, понимаете, заднеприводный и говорит, что он поехал в Германию замуж выходить за другого сына сенатора какого-то. И я понимаю, как папа себя в этой ситуации чувствует. А ну готовы ли они что-то менять в этом направлении? Если готовы, не так это все сложно, как кажется. Страна полна талантливыми людьми. Полна. Огромное количество. Но просто система подбора кадров выстроена определенным образом. В той же культурной сфере. Мы же знаем, что 2-3 продюсера контролируют всю эстраду в России. Всю. И они решают. У меня друг музыкант, он говорит, позднесоветское время, Россия, вот это когда началась, все главные редактора телевидения звонили Пугачевой и спрашивали, а она не против, чтобы такую-то, такую-то, или такого-то, такого-то показали по телевизору? Или там песню согласовала, или еще что-то сделала? Она принимала решение, кому петь в телевизоре, а кому не петь. И таких людей в стране несколько человек буквально, основных. И они решают. В то время, это, говорит, была Пугачева и Кобзон, и все это знают, ну, все 90-е годы, начало 2000-х. Либо тебя Кобзон пустит туда, либо Пугачева должна пустить. И они решали, принимали лица, принимающие решение, кому быть звездой в стране. А что такое быть звездой? Это нести массам, а особенно молодежи, определенные смыслы. Когда Цой стал нести не те смыслы, которые, как казалось, нужны были, куда делся Цой? Когда Тальков стал нести не те смыслы, куда делся Тальков? Когда Децил он запел политические песни, куда делся Децил? Ну, естественно, странное стечение обстоятельств. А вот эти вот бабки... Кто управляет этой сферой, тот управляет массовым сознанием, сознанием, потому что музыка это самый эффективный способ управления сознанием. На музыку накладываются слова. Эти слова как программы. Понимаете? Программы, залетающие просто. И они человеком руководят, но даже не понимают. Как в компьютерах, программирование. Бац, и сразу танк. И все. Ты служишь украшением стола, тебя, как рыбу к пиву, подают. Путана, Путана, хорошая песня. Фильм красоткой, наслушалась песня Путана. И вот, пожалуйста. Это даже просто можно отследить по графикам. Когда выходит какой-то хит, какой-то фильм одноименный, типа такого, что-то в этой стилистике, через какое-то время рост идет в этой сфере. В криминале, в проституции, в наркомании, в чем угодно. Прославление, потому что идет. И пока в стране не появятся фильтры на всех этих позициях, и люди понимающие говорят, эй, друг, что ты делаешь? Есть один суперпопулярный рэп-исполнитель. И вот, ну, не буду говорить, чтобы потом никому обидно не было. И вот с моим другом музыкантом обсуждаем, мне нравится. Он говорит, Алан, знаешь, почему? Ты, наверное, на нашу не куришь? Я говорю, нет. А ты, говорит, покуришь, ты поймешь, о чем эта песня. Ее, говорит, по-другому, она пишется в таком состоянии. Ну, и слушается, соответственно, тоже. Хотя бы должны быть люди, которые это понимают и говорят, нет, нам это не надо. Вот есть в компьютер попадает вирус, но у вас же стоит в компьютере антивирус. Вы же не считаете, что этот антивирус антидемократическая система, которая нарушает свободные права вируса распространяться в вашем компьютере. Вы же так не думаете? А почему вы про человеческое сознание так думаете? Или про общественные вирусы, которые попадают в общество и деформируют его и приводят потом в гражданское войне? Вот эта гражданская война результат деформации сознания, понимаете? Не бахмут нужно эти сараи обсуждать, которые туда-сюда берут, а как мы дошли до жизни этой, что там идет гражданская война? Это же никто не обсуждает. Что такого случилось? В одной семье друг друга люди убивают. Никто же про это не говорит. Сейчас мы такими ракетами ударим, потом другими, тем дали кассетные бомбы, мы сейчас тоже добавим. Зель какая? Уничтожить славянскую населенную этой территории, чтобы что? Зачищаем его для кого-то? Скажите прямо, для кого? Мы защищаем территорию. Для кого? Мы-то знаем для кого. Но конспирологические версии озвучивать не будем. Но началось все с музона. Понимаете? С музона, с фильмов и всего прочего. А это результат. И вот эти вот базовые вещи обсуждать интересно. И, к сожалению, на этом уровне у нас ничего не меняется. Вот на этом уровне не меняется ничего. А все остальное это... Вот видите, у меня тут флаг есть. Желто, бело, красный. Это вот как бы в скифских обществах, вообще в древнеарийских, было считалось три основных вот варны, рода, касты, жрецы, войны и труженики. Соответственно, желтое это вот труженики ваши, красные это войны, белые это жречество. Вот этого белого цвета у нас нет. Понимаете? Белого цвета нет в стране. Почему? Ну, умные люди есть. Андрей Петрович Девятов, там, Кургинян. Мы много очень умных людей. Но как субъекта, как людей, влияющих на принятие решений, говорящих, так, этого не будет, а этого туда, а этого вообще голову отрубите. В таком же смысле нет. У папы римского, духовного лидера Ватикана, личный палач был, Джованни Бугатти. Последний, вот он в 19 веке, по-моему, уже умер, начале 19 века. Сейчас функции палачей Ватикана исполняет ситрийская мафия. Как бы мы это знаем. Что такое ситрийская мафия? Это палачи Ватикана просто. Так называется. Ордена убийц, которые разрослись теперь уже. Армия Ватикана это итальянская мафия. А был Джованни Бугатти. Папа принимал решение. Джованни Бугатти брал топор, отрубал человеку голову. Это жреческая власть, теократия. Почему? Потому что папа там представляет волю неба и знает, как лучше. А эти, исходя из каких, рассуждают? Эти с точки зрения экономической целесообразности. С точки зрения экономической целесообразности и понеслось. Ну, войны, понятно. Всех убить, город сжечь. Сейчас слышно. Вы вот только что сказали, что папа римский волю неба исполняет. Это же совершенно, наверное, не так? Ну, он считает, что это так. Он искренне считает так, вы думаете? Он искренне считает, конечно. Они искренне считают, что они служат силам мира невидимого. В Ватикане стоит огромный престол, такой трон огромного размера, метров пять подвешен у них. Типа, это вот их не там бог, я не знаю, кому они молятся, конечно, он искренне так считает. Я уверен, что они искренне так считают. Так же, как и британская монархия, она искренне считает себя богоизбранной. Ну да, хороший вопрос, какой бог? Конечно. Кому молимся, дорогие друзья? Кого вы называете богом? Начинать с этого. И тут начинаются нюансы, понимаете? То, что они искренне верят, что они являются проводниками сил мира невидимого, каких-то сил, да, это же факт, зиждется, она же на этом зиждется. И они сумели убедить в этом очень многих. Без разрешения папы ни один европейский монарх монархом не считался. монархом что монархом по-остивски, это скифский язык у нас остался, монархом это дух, это движение сверху вниз, то есть, когда на человека дух сходил, процесс духосхождения, духа какого власти, то есть, дух власти сошел на некого человека. А сходил он почему? Потому, что папа попросил, папа сказал, этот парень хороший, а этот парень нехороший. Этот нехороший парень, папа решал кому быть королем. Ну да, но это совершенно не божественные методы. Ну, знаете, а какие методы божественные? Божественный метод будет один, когда ему все надоест, понимаете, тут все это опять смоет, а до тех пор он просто наблюдает, папа просто наблюдает, ему просто интересно, чем это все закончится. Алан, а если вернуться к теме вот этих богатых тигров, у которых есть и ресурсы, и средства, и возможности, если вы так вот общаетесь с ними, есть ли у них какое-нибудь желание, может быть, остаться в памяти народа, хотя бы так, может быть, как-то себя проявить? Желание простое, чтобы ничего не менялось, желание простое, чтобы власть и собственность хотя бы в каком-то объеме нынешнем сохранилась, и спокойно умереть. То есть низкие материальные желания? Да потому что я еще раз говорю, это вот эти и вот эти, понимаете? Ну я понимаю, торгаши пришли к власти. У них горизонт мышления другой, горизонт мышления, он такой горизонт мышления, если например, вот эти вот не торгаши, ну торгаши, это вообще труженики были, это не торговцы были, торговцы позже были, труженики, люди, в основном сельское хозяйство какое-то, они мыслями, у них даже календарь сельскохозяйственный на один год, пахота, уборка, весь этот урожай, солнцеворот, и все эти равноденствия весенние и все прочее, для чего, сельскохозяйственный календарь, чтобы они знали, когда сеять, убирать и там эти все работы вести. Горизонт планирования один год, от урожая до урожая. Хороший год, хороший урожай, плохой год, плохой урожай. Этим воинам у них горизонт планирования хотя бы поколение, потому что они понимают, что вот этих мальчиков, которые сейчас родились, через 20 лет нужно сделать в воинов, потому что там война может быть, их нужно воспитывать. Он же вот так вот воином не станет, это же не сейчас, дал ему трехлинейку, он стреляет с нее. Попадет, не попадет, бог его знает. А это же войны, холодным оружием дрались, представляете, то есть ты должен был с детства закаленным быть, физически здоровым, техникой определенной обладать, чтобы владеть холодным оружием каким-то. Войны, поэтому 25 лет горизонт планирования. А у этих сотни лет горизонта планирования у жрецов, потому что они за горизонт думают, куда будет человечество развиваться, общество, народ там или еще что-то. И именно эту голову этому народу нашему и отсекли. Понимаете? Всадник без головы это вот про нас. Сказка про нас. Всадник без головы. Не голова в смысле военной части. Они бежаться начинают. Говорят, уважаемые товарищи генералы, ни на что не претендуем. Все молодцы. Все вот молодцы. Вот там ЧВК Вагнер, там не знаю, Гру, там все молодцы. Ну скажите, что будет в стране через сто лет? Ну вот хорошо, я дурак, ответьте мне. Через два поколения хотя бы. Потому что закладки под то, что будет через 50 лет, нужно делать уже сейчас. Ну я не согласна с вами, что все-таки у нас кшатриев нету. То есть я имею в виду жрецов. Жрецов я имею в виду. Жрецов я имею в виду. Брахманов, брахманов, жрецов. Ну слушайте, они есть. Возможно, они непроявлены. Я еще раз говорю, как-то субъект. Вот субъект. Понимаете? Ну это другой вопрос уже. Конечно, ресурсов у них влиять нет. Ну как люди, конечно, есть. Ну как люди есть, ученые, хорошие, там разные. Но на что они влияют? На что они влияют? Где они в повестке? Где они там за культурой следят? Или все остальное? Рычаги воздействия это все делают. Но обязательно тогда воины должны помогать? Конечно. Но воины должны поверить им. Эта же проблема заключается в чем? Вот она описана еще в древних ведических текстах, этих индийских, да? Там, когда брахманы деградируют. Что же деградируют? Перестают трактовать волю неба, слышать ее. Эти вайши подбивают этих кшатриев и говорят, что вы этих слушаете? Посмотрите на них, они какие-то доходяги вообще, нудные старики, давай их убьем. И они их подбивают, они их убивают. Свержение. Это есть восстание кшатриев против брахманов. Уничтожение партии кшатриями из КГБ. Это вот наглядный пример этой схемы. На втором ходу кшатрии, это все-таки кшатрии, специфическая публика, понимаете? Начинают их стравливать друг с другом. Все, что происходило в наши 90-е годы, это вот результат войны кшатриям друг с другом, убийства бесконечные, бесконечные. И на выходе что у нас было? Семибанкирщина, власть торговцев. Но эта схема уже 5000 лет. Она описана еще вон, не знаю, в Махабхарате была. Когда брахманов убирали, кшатрии игрылись между собой, а на втором ходу всегда вайши берут власть. Крушение Бизантии, та же самая схема. Крушение СССР, та же самая схема. То есть, таким образом мы и сможем вот эту вот власть и построить, да? Находим мадрецов, которые между собой могут договориться. Которые поверят. Которые военные. Люди с мечом должны поверить, понимаете? Что это не очередные пришли разводяги? Сейчас он сидит там в очках каких-то, понимаете? На резиночке, типа нищеброд. Только возможности появляются, он на бетле пересаживается. Его эго его пожирает. Главный признак жречества это отсутствие эго, друзья мои. Если вы видите в человеке эго, это не брахман. Это просто умный дядя, хороший, замечательный. Когда он думает в первую очередь о себе. Понимаете? Эго это про себя всегда. Про себя. О себе любимом. Дорогом. Вот пока эго есть, и что делали в православных монастырях, в любых монастырях, в любых духовных практиках. Первое, что должно обрести, смирение. Смирение перед кем? Перед духом. Понимаете? И в себе это эго убрать. А когда ты его убираешь в себе, ты становишься проводником этих неких сил. У вас в голове какой-то включается этот вай-фай, и вы начинаете слышать мир невидимый. Вот я стихи пишу, поэмы огромные. Ночью сплю и стихи записываю во сне на разные темы. Это же проект. Вдохновение. Да, трансляции, вдохновение, поток. И вот когда появятся эти товарищи, и когда эти кшатры им поверят, тут все это быстро на место встанет. Народ талантливый. Народ талантливый. На этих уважаемых вайшей просто загнать им в рамки. Я же с этими кшатрами разговаривал. Друзья мои, очень просто. Ты ничего не разбираешься в экономике, как матрос с ружьем в свое время. Ну просто встань рядом и держи в руках меч над головой этого товарища. Только что-то он сделал криво, голова с плеч. Все очень просто. Они очень трусливы. Они очень трусливы. Главный признак этих всех вайшей, они трусливы. У них страха много. Поэтому от того, что у них страха много, они пытаются все нагребить, как хомяки, понимаете? У них же страх, что они все потеряют. Они же живут в страхе. Я вот знал этих очень богатых людей. Главная эмоция, которую они испытывают, это страх. 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 Куда вложить? Во что вложить? А в бриллианты? А может в роликсы? А в биткоины? А еще, а я потеряю. А потом страх. Начинает, нужно компенсировать. Пошел вискарик, понимаете? Кокаин, еще что-нибудь. Страх. Спать человек не может. И чем больше денег, тем больше страха, и тем он спать перестает вообще. Страх. Но это самоуничтожение. Это самоуничтожение. А он даже этого не понимает. Его программа, его программа, заложенная в его сознании, делать материальные блага. Вот он делает столы хорошие. Их стали покупать. И вдруг у этих столов он стал долларовый миллионер. А что с этим миллионером? Он делает, он столы любит делать. А у него появились миллионы. Тут, знаете, следующая проблема. А как теперь сделать так, чтобы эти деньги не потерять? И вот тут начинается все. Только эта мысль закралась в голову, это страх. Это страх. Маленькая такая идея, страх. Она потом разрастается, поражает сознание, и все. И доводит до патологий. Чего они эти деньги перли, в эти офшоры свои? Это же со страха все. Потому что эти придут и отберут. Алан, но получается, что страх, вот это вот жадность, ненасытность, это же получается, что они психически больны все. И чем выше, тем эти патологии сильнее. Естественно. Это вырождается потом в страшные патологии. И редко кто из них, этих я людей встретил, которые легко, как сказать, я знал человека, который два или три раза в жизни полностью разорился. И он это делал вообще налегке. Говорит, мне без разницы. Ну да, я упал, я сейчас опять поднимусь. И к этому так относятся. Ну их же меньшинство. А остальные страх, напихать бабки куда-то, еще чего-то. Почему? Потому что будущего боятся. Потому что, вот сегодня столы перестанут покупать, я стану нищий, а мне вот яхта нужна, жена молодая, а еще вот это, а то, давай в Лондоне, там, туда напихай. Я говорю, слушай, заберут тебя в этом Лондоне. Ты что, там все по закону. Это же, говорит, не то, что здесь пришла братва и отобрала. В 90-е годы. А сейчас там, говорит, в Лондоне все по закону. Я говорю, что, друг? Сейчас. Все забрали. Все забрали. Дом забрали. Все арестовали. Только потому, что россиянин. Ну, потому что страхи сбываются. Конечно. Да не поэтому. Я говорю, так ты бы тут построил какие-то заводы, понимаешь, или там деревню бы себе построил. Я говорю, столько было денег, ты мог целую деревню построить и поселить в эту деревню всех своих родственников. Понимаешь, вот как вот делают некоторые кавказские лидеры, да? Поселить во всех своих родственников. Они тебе по гроб жизни благодарны. Они же тебя и охранять будут, и помидоры тебе будут свежие, и вообще и хорошо, и все родные, и близкие, и горы, и красивые. Зачем тебе этот Лондон нужен? Лондон нужен. Ну вот. Может быть сейчас хотя бы этим тиграм кинуть такую идею? Страх сильнее. И опять должны люди, кому бы они прислушивались. Понимаете? У меня вот какая аудитория, сколько вас там, несколько тысяч человек посмотрит наше видео. Понимаете? Мы же не Владимир Соловьев, чтобы нас там на эти темы миллионы смотрело. А миллионам рассказывают про Бахмут, понимаете? Будут сейчас про какие-нибудь беспилотники опять рассказывают бесконечные. Что вы им про беспилотники рассказываете? Зачем бабушке про беспилотники эти знать? Что она может в этом деле помочь? Вы должны людям рассказывать то, чем они могут изменить себя. Вот она себя, бабушка, может помочь себе в своей жизни вот так-то, так-то. Что ты ей про беспилотники рассказываешь? Она что, должна новый беспилотник придумать, что ли? Или ты хочешь с нее деньги на жалости, как сказать, чтобы она там за свои пенсии тебе тысячу рублей прислала? Ну ты бессовестный человек в таком случае. Вот как сейчас эти дела подняли по этим военкорам, что там миллионы пособирали, так пусть их публично расстреляют за это. Мерзавцы. Если это на самом деле правда, вот то, что сейчас пишут, да, то мы там собрали сотни миллионов и по карманам распихали у себя. У этих самых бабушек. Они же эту патологию, они же страхом торговали. А, беспилотники там, это, это, это. Это и бабки на карман. Не все единицы, конечно, вот сейчас следствие идет. Мы сейчас все внимательно за этим следим. Но это же образец этого всего. Зачем вы народ баламутить этими историями? Соберите молодежь, поставьте перед ней задачи. Просто поставьте перед ними задачи. И не ограничивайте их творческое мышление. Никак. Уберите всех пенсионеров и людей старше 40 лет из IT-сферы. Просто уберите. Вы уважаемые, молодцы. Несуйте туда свой нос. Вот просто не надо. Но мы с них будем спрашивать за результат. А вот там стоят кшатрии. Можно с мечом, можно с кнутом, с чем угодно, как бы, задавать рамки. Должны быть заданы рамки. Ребята, вот это должно быть создано. Не будет, ну, пеняйте на себя. Откуда у нас исторический пример этого есть? Научные шарашки, которые создавал товарищ Сталин. Откуда они появились? Читал, воспоминали одного ученого. И он там рассказывает. Делали самолет. И один раз сроки провалили. Второй, третий раз. Уже Сталин Берию вызвал. Говорит, слушай, Лаврентий Павлович, что происходит? У нас, говорит, война на носу, короче, а тут самолет, сроки. Он говорит, вы не знаете, товарищ Сталин. У этого, говорит, генерального конструктора, у него, говорит, жена, такая, говорит, сварливая женщина, говорит, и мозги ему делает. А у него, говорит, на работе еще любовница есть, вместо этой жены. А тут, говорит, он себе еще третью, говорит, любовницу завел. То есть вторую любовницу, третью женщину себе завел. И, говорит, ему некогда, говорит, про самолеты думать. Он говорит, между этими тремя бабами, говорит, так вот и крутится. Он говорит, я, говорит, понял вас, говорит, Лаврентий. И собрали всех этих ученых, поставили заборы. И пришел товарищ НКВД. И говорит, дорогие друзья, предложение партии такое. Вот пока самолет не будет сделан, все будут тут сидеть. Создали, говорит, идеальную. Это он рассказывал. И у меня, говорит, начался, говорит, такой творческий подъем. Тайлан не по нему. Он там, я, говорит, творческий подъем у человека начался. Он, говорит, мы среди ночи вставали, у нас творческие идеи. Коллектив же вместе спит. Ну, они же там все вместе, там, мужики, понимаешь? У нас, говорит, сразу кабинет этот, где мы там работали и где мы жили. Мы и ночью там и все. И мы все в кратчайшие сроки сделали. А всего, что нужно было сделать, чтобы оторвать их от этих вот социальных обстоятельств, которые делают из них кастрированных котов. Жрут их энергию творческую. Что пожирают женщины? Творческую энергию мужчины пожирают. Но вместо того, что пожирать, они бы оставили бы их в покое, чтобы те творили что-нибудь. А те сбегают, спиваются, либо кастрированные котами становятся. Это не обвинение всем женщинам. Это так принцип социума устроен. Понимаете? И вот Сталин это понял, эту психологию. Можно было, конечно, лекции проводить, понимаете, и там по партийной линии втык давать, или там премии решать, как сейчас делают. А ему решение нужно было. Ему не отчеты на бумажке нужны были, ему самолеты нужны были. Ну вот так же создайте условия им. Назовите это красиво. Назовите красиво. Какой-нибудь IT-парк там, понимаете? Создайте им условия. На Черном море можно. Где угодно. Ну уберите все, что мешает. Что, говорит, такое красивое, говорит, статуе? Роды нас спросили. Как, говорит, сделать такую великую статуе? Очень, говорит, просто. Берете кусок камня и отсекаете все лишнее. И вот эти кшатрии этим отсеканием всего лишнего и должны заняться. Но не исходя из своих эгоистичных побуждений, желания новых звездочек или денег очередных там, а потому что Отечество в опасности. Вопрос стоит о будущем. Понимаете? О будущем. Будущее, как прошлое, больше не будет. Будущего, как прошлое, больше не будет. Должно быть новое и небывалое. Старые программы не работают, друзья мои. Поверьте мне. Спасибо большое. Вот только не согласны, что женщины мешают. Это уже не для эфира, это уже так. Что просто не нашли правильную женщину, свою вторую половину, потому что когда симбиоз мужчина-женщина в одном направлении двигаются, тогда это мужчина... Это уже единомышленники, это уже соратники, это как бы товарищ Ленин, товарищ Крупская были, понимаете? Они были соратники. Это вот великий такой дар такого человека найти. Тогда эти энергии еще больше влияют на все и прогресс больше. Вот. Я понимаю, но когда сейчас настало такое время, когда, да, мы все это понимаем, но есть более простые методы, понимаете, творческий процесс запустить людям. Ну, товарищу Сталину некогда было заниматься их духовным ростом, понимаете? Ну, понятно, понятно. Жесткие времена, жесткие условия. Конечно. Так сейчас такие же жесткие, в том-то и дело. Создайте условия и будут вам беспилотники, космические корабли и все что угодно. До тех пор, пока вы позволяете этим барыгам привозить китайские, лепить на них в Мэйден Раша шильдики, понимаете, москвич, машины с названием «Москвич». Ну, кого вы обманываете? Вы же сами себя обманываете. Кого вы в нас обманываете, что ли? Мы в это не верим. А кто в это верит? Вы в это верите? В это тоже не верите? Ну, у них вся эта вертикаль создана именно на лжи, а ложь – это саморазрушение. Потому что ложь – это дьявол. Все, что тайное, друзья мои, все от дьявола. Потому что у бога тайн нету. У него все открыто. Спасибо большое. Надеюсь, что вы с нами будете выходить в эфир, потому что очень интересно. Приглашайтесь, с удовольствием. Спасибо. До свидания.